Но теперь давайте посмотрим, а зачем мы действительно отказались от осевой симметрии? А зачем нам нужна выпуклость? Почему бы нам не отказаться от выпуклости? И что в этом случае? Можно ли еще более обтекаемым сделать тело, отказавшись от выпуклости? На самом деле это кажется малоправдоподобным на первый взгляд, потому что когда мы рассматриваем обтекаемость в воздухе или в воде, кажется, что если мы делаем в облотой части, то это только в ритме. Но поскольку мы рассматриваем такую специфическую задачу, скорее годную для космоса, чем для нормальных условий на Земле, то бывают такие некоторые парадоксальные решения. Вот оказывается, если мы откажемся от выпуклости, что мы можем потерять? Сразу видно, что частицы мылки даются не один раз, а два раза. Или три раза, или больше. Правильно же? Потому что это тело выпуклое, вон она подсказанная. А если тело выпуклое, если имеет какая-то вот такая вот полноциданка, то прилетать отражение может быть два отражения, может быть три и больше. И тут уже мы кое-что теряем. Тут мы теряем нашу аналитическую формулу, которая была выведена. Конечно, мы потратили время на то, чтобы ее вывести. Но когда она уже есть, то с ней довольно удобно работать. И как-то она такая удобная для пользования. А вот когда у нас два или больше отражений, то уже формула на это теряется. И вот что делать в таком случае? На самом деле, давайте поставим задачу в более общем случае. Ньютон рассматривал тела фиксированной базы и фиксированной высоты. Давайте мы будем рассматривать всевозможные тела. Будем рассматривать тела, содержащие круг равенную высоту А. Лоскости О. То есть мы требуем, и это разумное требование, чтобы тело содержало вот эту вот свою базу. Иначе, если мы не потребуем этого, мы можем до многих дойти. Она должна содержаться. И содержащиеся цилиндры высоты H, опирающиеся на этот круг. То есть просто-напросто мы рассматриваем все тела, которые содержат этот нижний круг и которые содержатся в таком цилиндре. На самом деле, это представляется, что это такое разумное обобщение вот этого ньютоновского условия. И мы можем интерпретировать это таким образом. Предположим, что у нас есть такой цилиндр, вот этих параметров, которые написано, который мы хотим запустить в космос. Он должен лететь очень далеко, многие годы, и нести внеземным цилиндр некое послание. Это послание написано на заднем торце цилиндра, который нужно обязательно сохранять. А все остальное мы можем менять. Вот у нас есть цилиндр. Мы хотим его обтесать таким образом, чтобы он был наиболее обтекаем. Но задний торец должен остаться неприкасаемым. И вот мы рассматриваем разные способы, как это сделать. Первый способ – это способ ньютона, когда тело обладает такой круговой симметрией и выпуклой. То есть нам разрешено что? Зажать его в станок, вращающийся. Этот станок его вращает, и мы его обрабатываем вот плоскостями, допустим, шероховатыми, которые его так оттесывают. Прижимаем плоскость, и она обтесывается. И саму плоскость нужно менять. Таким образом, с помощью вот такого вращающегося станка, мы можем получить тело ньютона, и действительно мы говорим, что это тело наилучшее. Современный подход к этому делу говорит следующее. А давайте мы не будем вращать, просто зажмем это тело каким-то образом, не будем обрабатывать вот этой плоскостями, которые тоже как-то его обтесывали. Но вот с разных сторон, как хотим, так и будем обтесывать. Тогда у нас получится вот то тело, которое похоже, который сверху, на него отрезок, который я описал. Это будет близко к оптимальному. И оптимальное будет примерно так же будет. А теперь давайте скажем, что у нас есть более современные способы обработки материалов. Мы отказываемся от всего этого. Мы можем более тонко обработать и посмотрим, что из этого будет. На самом деле, я утверждаю, давайте напишем в виде теории. Для любого епсилу больше нуля, какого столь угодно малого епсилу, существует тело, в протелении которого меньше епсилу. То есть, если мы разрешили бы все эти возможности, то у нас получается, что можно сделать тело столь угодно обтекать. Какое бы ни было епсилу, можно сделать так, можно найти тело, обтекаясь с которым меньше, чем это епсил. И вот я сейчас попробую объяснить, как это сделать. Существует тело, разумеется, существует тело, удовлетворяющее эти условия, которые написаны выше. То есть, содержащиеся в круг и содержащиеся в теле. Давайте рассмотрим вот такую плоскую конструкцию, которую в итоге мы будем вращать в вертикальной оси. Но исходная конструкция на плоскости вот такая. Сначала я сделаю вот эту пробежку. Осмотрим параболы. У нас будет парабола, это не главный момент. Экономическое уравнение парабола и уравнение парабола. И вот парабола будет выглядеть следующим образом. То есть, если мы нарисуем параболу и нарисуем систему координат, так, чтобы вертикально будет вдоль оси параболы направлены, а горизонтально будет перпендикулярная, то вот эти отрезочки будут соотноситься как один из двух. Вот это отрезочное, как половина этого. И точно так же это будет тоже выручено. И вы знаете свойства параболы, конечно же, это то, что любая вертикальная летящая частица, вернее, летящая параллельная оси, после отражения пройдет через конструкцию. Вот запомним это свойство, что все параболы подобны, то есть они устроены одинаково. Вот есть у нас фокус, вот мы нарисуем параболу так, чтобы вот это было 3-наболом P, а вот это P-наболом P. Всегда можно нарисовать прямой угольчик, размером 1 к 2, таким, что здесь будет фокус, а здесь будет вот такая кривая, дуга парабола. А теперь перейдем к нашей конструкции. Нарисуем вертикальную санкционную горизонтальную косу, нарисуем прямой угольчик. Длины 2 и высоты 2 делим 2 на. Нарисуем еще один прямой угольчик. Длины ε и высоты ε делим 2 на. В точность с такими же соотношениями. И впишем в эти треугольники параболы. И тут тоже. Если бы эту дугу параболу продлить, то она пошла бы вот так. А если бы эту дугу продлить, то она пошла бы вот так. И фокус у обеих парабол, дуги, которые мы рассматриваем, фокус будет лежать вот в этом угле. В основном один конструкции. Один-два трубочки сштрекули. И теперь давайте рассмотрим вертикальные и подобные частицы, которые налетают на дугу параболы. Они отражаются. И каждая частица устраняется после отражения подходит через фокус. Ну и конечно же после прохождения через фокус, она отражается, та же частица отразится от верхней маленькой параболы. И после отражения будет двигаться параллельно ее оси. А оси вертикально. По сути дела, эти две параболы гомотетичны. Гомотетичны. Относительно фокусом. Гомотетичны. И коэффициент гомотетики от порядка икс. А точнее, икс у 2 ка. То есть эта дуга параболы большая. А эта маленькая. Но они подобные. Все частицы, которые падают вертикально, после отражения проходят через фокус. В результате будем двигаться вертикально. Вертикально, но нам вот это написано. И вот заметьте, что каждая частица передаст импульс какой? Передаст нашему объекту, который пока глимерный, какой импульс. Она передаст импульс ноль. Потому что начальная скорость и конечная скорость везде будут совпадать. Поэтому каждая частица, если мы распишем силы, то каждая частица будет ударяться с какой-то силой в одной точке и с какой-то такой же силой в соответствующей точке. Эти две силы будут равновешиваться. Не силы, а импульс. Будут передаваться какие-то импульсы. Эти силы, эти импульсы будут компенсировать один другой. В итоге переданный импульс будет равен длину. Поскольку импульс начальной частицы, импульс конечной частицы совпадает. Все-таки какая-то сила будет оказываться. Но эта сила соответствует отрезочку длины эписа. Поэтому эта сила будет мала. А теперь, ну что мы сделаем? Что наиболее естественно сделаем? Сделаем вращение вокруг вертикальной оси. Вращаем относительно вертикальной оси. И у нас получится нечто... Я попробую сейчас изобразить это. Хотя не факт, что получится. Нечто похожее на пары. Вокруг у нас получится вот такая... Такая пирамида, опирающаяся на круг. Например, еще нет. Вот такая. А в результате вращения этого ухода будет получено что-то такое. Тело состоит из двух кусков. Один кусок это паглида, а другой кусок это такое зеркало маленького размера, которое подвешено сверху. Училась конструкция. Какое сопротивление этой конструкции? Если мы рассмотрим проекцию... Во-первых, те частицы, которые падают на эту пагоду, отразившись в два раза, они не передадут никакой вымороз. И вся сила, которая дает нам конструкции, будет определяться частицами, которые отражаются от этого верхнего зеркала. Но если мы рассмотрим результатами плоскости к сеге, то этот зеркало провинцируется вот в таком кольце очень тонком. Вот. Его толщина порядка эпсела. И поэтому сила мала. Сила будет просто-напросто мала. Частицы будут, конечно, отскакивать вертикально вверх. Но поскольку самих частиц мало, порядка эпсела, а эпсела мы можем варьировать, мы можем делать что-то негодно, то это будет мала. Вот. Теперь недостатки этой конструкции. Эта конструкция несовершенна. И ей нуждается в доработке. Какой первый недостаток? Она не будет объединения, не связанная. Она не связанная. Это два пуска. Вот. Это первый недостаток. Первый недостаток. Брошающиеся глаза. Ну что сделать? Мы можем ее усовершенствовать. Сделать ее связанной. Может антипроводская. Что? Антипроводская. Да-да-да, можно сделать тонкие провозочки, все что угодно. Можно сделать, можно взять такой тонкий параллелепит, вот такой, как его назвать, такой тонкий слой, да? И поставить на себя, чтобы он скрепил эту часть, например, сюда поместить, чтобы он соединил по верхней части вот эту стрельбу. Просто-напросто. Это будет такой прямой моргий параллелепитов. Размера, который соответствует размеру этих частей, высоты соответствующих. Но толщина очень маленькая. Эпсин. Толщина будет эпсин. Поэтому, с противлением силы давления, которое дает вот этот параллелепит, будет мало. Тоже порядка эпсин. Значит, с первой проблемой мы справимся. Но есть еще некоторые проблемы. Есть еще некоторые проблемы. Проблема заключается в том, что я сказал, что наше тело должно опираться на, должно содержать круг радиуса А, и содержаться в цилиндре такого же радиуса и высоты H. Этот слиток вылезает за пределы. Мы его должны делать в том же радиусе. То есть, короче говоря, нижний круг немножко не дотягивает до того, что ему нужно. По нашему условию. Вот. Ну и теперь я тоже все-таки слабарин буду говорить. На самом деле, этот недостаток тоже достаточно легко исправить. Каким образом? Уменьшим. Уменьшим, да. Мы можем вот это вот сюда вот переместить. Немножечко исказить конструкцию. Тогда у нас будет вот этот, вот эта люка пойдет немножечко вот так. Этот фокус будет здесь. Вот это зеркало поставим сюда. Я боюсь рисовать сейчас уже. С тем же фокусом. Но его немножечко наклоним так, чтобы отраженные лучи шли вот так. Другими словами, выберем верхнюю параболу вот таким образом, чтобы пояс была слегка наклонена. А что значит слегка? На величину эпсилон, порядка эпсилон. Потому что нам нужно, чтобы вот этот сдвиг был как эпсилон по горизонталу. Понимаете? Так, его чуть-чуть немножечко наклоним. Ну и что, ничего страшного. Вот. Поэтому на словах это объяснить легко. Ну а объяснение оно требует некоторой возник, просто возник на бумаге. Вот. Второе, значит, для объяснений. Есть еще третий момент. Есть еще третий момент. Высота этой конструкции, высота этой конструкции, она будет, ну какая-то. Агупалам, высота этой эпсилон по горизонталу, больше, чем Алимайна. То есть, кровь больше, говорит Аж, больше, чем Алимайна. Эта конструкция работает только для достаточно высоких тел. Алимайна. Не для всех параметров она годится. Но она годится не для всех параметров. Потому что я думаю, что Апполам должно быть по-любому, и то, почему мы должны Апполам добавить. То есть, высота больше, чем Апполам. Вот. И что тут делать? Что же тут делать? Давайте я... А? А на 4, может быть. А на 4? Нет, вот здесь Апполам четко видно, потому что радикс А, вот эта вот, вот эта вот парадола, она имеет высоту Апполам. Нет, здесь Апполам, а тут есть Апполам. Но все равно получится ограничение. Получится ограничение на параметры. Ограничения такие, что соотношение этих параметров H, или это А, всегда больше 1 по 2. Высоты. Высоты к радиусу всегда больше 1 по 2, и куда от этого не деться. Но для этого мы немножечко изменим конструкцию. И в то время как в этой конструкции всего два отражения нужны, мы используем всего два отражения. В новой конструкции нужны три отражения. И вот. Значит, давайте возьмем прямогой вот таким образом. Возьмем такие две дуги параметры. Параметры тут такие. Параметр тут будет, тут, скажем, П, тут будет П, тут будет П, тут будет И, тут будет И, тут будет И. Первая парабола имеет вертикальный отт, а вторая имеет горизонтальный отт. Поэтому, если мы первая парабола, она повернула так же, эта парабола ориентирована вертикально. А вот эта парабола ориентирована горизонтально. Она будет вот так вот, горизонтально, скажем. Вот. И тут ход ключей будет вот какой. Я не знаю, что они падают вертикально. Не забыл сказать, что фокус будет опять же в этом угле, ровно по той же причине, потому что конструкция то же самое. Но фокус первый параболый, и фокус второй параболый тоже будет в таких точках. Поэтому вертикальные ключи отразятся через фокус, отразятся через фокус, прыгают на второй параболый и падают горизонтально, вот так. Вот это вот такое событие. Вот. И теперь дальше мы будем ставить... Я перенесу здесь, а тут половина здесь, потому что оставлю. И давайте теперь ставить прямоугольники. Вот таким образом. Точно такие же. Точно такие же. Вот опять вылечили вот так вот, отражаются через фокус и до горизонтально. И еще один круглоугольник принесу, чтобы сыграть больше цвета. Опять вертикальные ключи. Опять у меня отражаются через фокус. И опять у меня перенесу. Поставим тут N таких кривоугольников. Поставим N таких кривоугольников. На данный случай отражают три. Поставим тут зеркало. По углу 45 градусов. Что получится? Все отраженные лучи пройдут горизонтально. Отразятся от наших зеркало. И потом вылечили вертикально вот так. Чем хороша эта конструкция? Чем она хороша? Она хороша тем, что она позволяет делать более плоское тело. Давайте посчитаем параметры. Вот тут длина этого всего будет B плюс Epsilon. Вот тут было B, а вот это Epsilon. Значит, длина всего этого будет B плюс Epsilon умножить на N. А длина зеркала? Какая длина зеркала будет? Высота зеркала. Её легко определить. Потому что у нас есть N потоков шириной Epsilon. Значит, будет R Epsilon и другим R Epsilon. То есть само зеркало, поскольку Epsilon мы можем сделать сколько угодно малым, то само зеркало тоже будет маленьким. Её можно сделать маленьким. Поэтому давайте продвинем до конца зеркала. Это будет вирус Epsilon M. Поскольку Epsilon мало, то это порядка Bm. Сделаем такую цель. Приблизительно равно Bm. А теперь будем измерять высоту нашего тела. Высота нашего тела – это… Высота нашего тела – это… Bm плюс N Epsilon. Bm плюс N Epsilon. Bm плюс N Epsilon. Совершенно верно. Потому что… Да, точно. Bm плюс N Epsilon. Действительно, высота вот этого будет в эту пола. А Epsilon – это высота вот этого отрезочка. Но поскольку у нас имеется N прямоугольничка, то это Epsilon нужно посчитать N раз. Потому что следующий выше его на Epsilon, следующий выше еще на Epsilon. Поскольку N треугольничка, нужно N эпизод взять. Значит, это будет как параметры, и вступать в эпизод. И опять же мы берем, это будет примерно B2. Ну вот, смотрим, какое соотношение параметра высоты. Значит, H в порядке B делить на 2 и A, в котором радиус основания, в порядке Bm. Тогда H делить на A в порядке 1 делить на 2m. Ну что ж, в общем, в принципе, справились. Потому что наша забота и наша печаль заключалась в том, что мы высоту не можем сделать маленькими. А тут всю нашу конструкцию, нам нужно просто взять достаточно большое N, большое количество прямоугольников, и достаточно маленькое Epsilon. И тогда все у нас будет в порядке. Опять же, чтобы завершить нашу конструкцию, мы должны сделать вращение, потом сделать что-то, чтобы наша фигура была связана, добавить что-то. Например, какой-то слойки или какую-то проволоку действительно. И потом, и в конце концов, вот это зеркало сдвинуть внутрь, таким образом, чтобы оно не выходило за основание, за круговое основание. И вот тем самым задача будет решена. Тут нужно три отражения. То есть, когда мы отказываемся от выпуклости, отказываемся от симметрии, отказываемся от условий одного отражения, оказывается, что, вот, оказывается, что он мог снести кулюлю в противник.